Сегодня мы пообсуждаем про многочлены. Мы уже попытались на прошлой лекции поговорить про интерполяцию, про то, как мы можем хранить двумя способами многочлены. Собственно, вторым способом мы сегодня воспользуемся, чтобы ускорить умножение двух многочленов. Собственно, как обычно, начнем с определений. Леном — это такая функция, которая представляет из себя вот такую сумму конечную. И вот, ну да, у меня есть вот эта функция. Ну, наверное, тут есть некоторые ограничения на то, из какого множества она действует. Ну, надо уметь умножать, надо уметь суммировать, и в целом, наверное, все. Вот, но еще некоторые свойства должны удовлетворяться. Ну, например, поле хорошо подходит под ограничения, которым может быть множество, на котором определен полином. И тогда у нас сами числа аиты, они тоже будут из того поля. Это аиты — это числа, х — это переменная, которая тоже из того же поля. Вот. И вот у нас есть только полином. Полином может быть степень. Степень — это просто такое число, которое обозначает, какой самый большой ненуловой коэффициент у нас есть. Тут вот тут ноль. Ну, видимо, это тот самый ноль, который из того поля. Вот. То есть в поле там существует нейтральный элемент синего сложения, это ноль. И вот этот ноль, он и есть. Мы можем определить сумму полиномов. Так, получается, что сумму полиномов, чтобы посчитать, чтобы вот в таком виде задать сумму полиномов, надо просто поточечно сложить. То есть у нас коэффициенты. То есть если у нас был какой-то коэффициент при итой степени аиты у первого, биты у второго, то сумма будет сумма аиты у биты. Ну и, соответственно, степень. В принципе, а и б могут быть не одной и той же степени, разных степеней. Ну, просто для простоты надо понимать, что мы можем дополнить, вообще говоря, до бесконечности вот эти коэффициенты а. То есть эти аиты, они, это может быть такая бесконечная последовательность, если просто она заканчивается нулями. Вот, с какого-то момента. То есть после того, как у нас и, короче, больше, чем степень этого многочлена, у нас все ажиты, держи большие, они нулевые. Ну и поэтому можно как-то определить степень, кстати, вот здесь, может, не очень правильно написано, степень суммы. Ну, степень суммы, она, на самом деле, не больше максимума из степени а и степени b. В принципе, если, например, она может быть и меньше, ну, например, степень вообще может быть нулем. Потому что, ну вот мы можем сделать так, что а от x это, ну, например, минус b от x плюс 1. Тогда их разность будет единичка, а единичка это полином нулевой степени. Вот, а вообще может быть даже полином нулевой. Вот, кстати, у полинома 0, у него степень никак не определена. И, ну, вот так, да, надо жить, видимо, с тем, что у полинома 0 просто степень не определена. Можно считать, ну, не знаю, наверное, считать какими-то бесконечными числами не очень хорошо. Но просто по этому определению полинома 0 степень не определена. Ну, есть, ну, к сожалению, полином 0 такой крайний случай возникает. Окей, можно сумму определить, можно определить также произведение. Произведение немножко посажнее устроено, потому что, ну, когда мы хотим перемножить два многочлена, ну, вот один из них это будет сумма, второй из них сумма, так сумма на сумму, у нас скобки раскроются. Ну, и когда мы умножаем, что у нас происходит? Нас надо каждый один член АХ умножить на член БХ. И некоторые из степеней они будут одинаковые. Ну, и, собственно, если бы все это выписать, то вот формулка вот такая получится для ЦИТа. Ну, соответственно, чтобы вычислить ЦИТа, мы должны потратить и времени. И если мы для всех и это вычислим, то у нас степень многочлена А и многочлена Б порядка n, то тогда нам понадобится вот n в квадрате времени, чтобы вот так в лоб вычислить все ЦИТы. Ну, соответственно, так как мы перемножаем два многочлена, то их степени, они складываются. То есть мы, если мы возьмем самый большой, самый ненулевой коэффициент при самой большой степени Y и ненулевой коэффициент при самой большой степени B, то они перемножатся, они дадут тоже ненулевое число. И они, ну, соответственно, их X в степени И умножить на X в степени Ж как бы будет И плюс Ж. Поэтому вот степень C равна степени A плюс степени B. Здесь вроде равенства соблюдается всегда. Вот. Вот примерно так, да. Нам еще сегодня понадобятся комплексные числа, потому что мы будем пользоваться, ну, мы будем пользоваться комплексными числами, чтобы вычислять многочлены. Ну, то есть вот поле, в котором мы будем работать, это будет поле комплексных чисел. К сожалению, вещественных не хватает для того, чтобы ускорить наше произведение. Вот сходу. Поэтому будем пользоваться комплексными числами. Ну, нам понадобится такое понятие, как корень n-степени. Ну, на самом деле, ну, что такое корень n-степени? Это, на самом деле, решение уравнения X в степени n равно 1. Корень n-степени единица, да? X в степени n равно 1. Ну, и вообще у полинома n-степени, ну, вот это X в степени n-1, это получается полином. У него n корней. И вообще у любого полинома n-степени n корней, возможно, некоторые корни повторяются. x степень n-1 у него корни устроены так ну вот например здесь у нас n равно 8 на картинке и как мы знаем но как мы знаем но вот если мы возьмем в качестве корня это степень число е в степени 2пи делить на n умножить на и и отомневая единица то тогда вы завезя в эту степень мы получим е в степени 2пи что будет единиц вот но и более того оказывается есть любую степень вот этого числа возьмем то есть например возьмем вот это е в степени 2пи делить на и в кубе да то тогда если мы его возведем тоже в n-тую степень получится просто единица в кубе потому что можно куб вынести и а внутренность станет единицей получите кубе ну короче все эти корни они корни от степени и они различны ну и все они получаются как вот первый корень вот такой именно корень в какой-то степень кроме того ну понятно это все формула из комплексных чисел важное замечание которое нам понадобится это что если мы возведем степень и а потом в степени жи то на самом деле вот этот показатель он ну может от него остаток отдельно взять то есть если несколько раз мы как бы так перемножили этот корень по кругу то мы всегда через н шагов мы всегда будем приходить к единице потом все будет заново то есть такая будет цикличная штука вот у нас будут интересовать только n который является степенями двоек вообще сегодня потому что наш алгоритм будет он будет устроен как разделе и властвует если мы пытаться делить наш многочлен на две части потом делать для каких-то двух равных по размеру частей что-то рекурсивно и потом сливать вот и удобнее всего делать когда у нас размер степень двойки чтобы когда мы всегда могли поделить на два поровну а здесь нам в отличие от когда мы делаем мерч сорта пример там не так сильно было важно что получится кусочки разного размера здесь это будет сильно важно потому что здесь формулы будут зависеть от того что у нас действительно кусочки одинаковых размеров но возможно существует более громоздкие формулы которые делают это не только для степени двоек но в общем вот люди ну проще всего думать что это степень всегда можно дополнить до степени двойки увеличив размер там массива не более чем два раза поэтому это никакая не проблема окей ну вот об этом уже разговаривали у нас есть многочлены и мы их можем представлять двумя способами ну вот если про первый способ про коэффициенты мы уже поговорили про нам нужно n чисел чтобы представить поленом степени больше минус 1 и мы будем делать сложение за линейное время умножения за n в квадрате ну важное замечание которое я уже говорил что вот при умножении у нас степень в два раза возрастает но в худшем случае от максимальной степени двух многочленов вот и поэтому ну например если мы хотим посчитать произведение там многочленов то нам надо создать массив в два раза больше размером как размером сумма степеней там минус один точнее сумма степеней сумма степеней сумма степени плюс один размер массива для нового многочлена ну вот это n в квадрате оно мешает на самом деле там с делением такая же проблема но про деление мы сильно разговаривать не будем потому что с делением ну в принципе метод который мы сегодня обсудим он для деления тоже подходит только есть некоторые только некоторым проблем возникает то что иногда например многочлен друг на друга не делится без остатка и надо как-то что-то делать с этим правильно вот иногда просто не делится потому что там какой-нибудь из многочленов 0 и короче надо аккуратненько все это уметь обрабатывать вот но в целом в целом что-то с делением можно делать делить многочлены не очень часто нужно и наверное чтобы делить многочлены люди их пытаются представлять по какому-то модулю то есть вот и ну по модулю другого многочлена и там возможно все чуть лучше обстоят дела там обратный всегда существует к сожалению вот если просто многочлен рассматриваем обратный не всегда существует окей ну а второй способ собственно назначение в точках то есть мы возьмем n до той же степени н-н точек различных и посчитаем вот в этих точках значение многочлена то есть у это значит а от икс этого да вот то тогда мы сможем ну вот так храня вот так многочлен мы сможем их складывать за линейное время но как сложить земле и время нас просто уреки от одного многочлена в dü десятьюгры к другому причем взять и каждый друг с другом сложить совершить игрек один сложить с игриком один от другого многочления 20 игрек на одну морю начинает тогда с умножением тоже самое истории то есть если мы хотим посмотреть какие значения ну какое значение в точке x и т у на многочлена нуeters и если ты и в сайт это будет игре к Altoедро на первом многочленном, а может на y и на втором многочленном. Вот все просто. То есть произведение тоже считается звенейное время. Ну опять же тут надо понимать, что такое будет работать только если у многочлена c степень не больше чем n-1. Потому что получим мы те же самые n точек, и тоже мы сможем только степени не более чем n-1. В общем, мы сможем получить многочлен только степени не больше чем n-1. Ну окей, но вся проблема, что в виде номер 2 мы многочлен не можем потрогать. То есть мы не знаем, какой он получится. То есть для нас, вообще говоря, наверное коэффициенты более интересны, потому что наша цель все-таки коэффициенты. Коэффициенты у нас что-то значат обычно, а вот значения в точках не сильно что-то значат. Вот эти значения в точках нужны. Ну на самом деле вот тот метод, который я сегодня буду рассказывать, он про то, как, собственно, не умея делать это в коэффициентах умножения быстрее, чем за это квадрате, ну за n-1 на самом деле. Не умея за n-1 делать умножение вот в представлении номер один, как переходить в представлении номер два, делать что-то там и переходить обратно быстро. То есть если мы умеем, на самом деле, быстро между первым и вторым представлением перемещаться, ну для каких-то точек x и то, то это хорошо, потому что мы можем легко переместиться в представление, ну вот сверху у нас представление первого вида, снизу у нас представление второго вида. Ну вот в некоторых точках, ну вот здесь даже спойлер, что это будет в точках-корнях из единицы комплекса в степени 2n. Почему 2n? Потому что произведение двух многочленов в степени n-1, оно будет, на самом деле, кстати, что-то, оно будет, ну хотя нормально, оно будет в степени 2n-2, да, то есть надо в два раза больше. Если у нас два многочлена одинаковая степень, то надо у результатов в два раза больше. Поэтому надо не в n-точках вычислять каждый из многочленов, а в два n-точках, а потом уже, ну на самом деле, 2n-1 точек бы хватило, но тут, в общем, видимо, 2n-1 бы хватило, но 2n тоже хватит, значит. Ну так вот, общая идея. Вот вместо того, чтобы обычное множение за n в квадрате делать, мы попытаемся за n лог n придумать метод, как вычислить многочлен в 2n точках первой, как вычислить многочленов в 2n точках второй, то есть получить вот 2n чисел для первого многочлена, 2n числа для второго многочлена, потом поточечно можем умножить. Просто в каждое, то есть в каждое c, c от точки получается как произведение a от точки умножить на b от точки той же самой, потому что c это произведение a на b. Ну а, соответственно, потом надо получить по значениям в точках многочлена c сами коэффициенты. Ну, мы научились интерполяции, но не за n лог n. Конкретно вот для, то есть для произвольных точек, опять же, интерполяция не так просто делается, как мы уже выясняли, мы смогли сделать. То есть это обратная задача, она не очевидна как делалась, но она все равно делалась долго. Но сегодня мы научимся вот шаг вниз делать это вычисление за n лог n и интерполяция за n лог n, но важно, что мы это будем делать в каких-то конкретных точках. То есть, как мы показывали нам, неважно в каких точках мы храним многочлен, важно, чтобы они были различными, и вот мы их будем хранить в каких-то конкретных точках. Многочлен вычислять в смысле и обратно интерполировать из этих точек сами коэффициенты. Вот, вот это наша цель. Ну и, соответственно, наш метод будет работать за n лог n, потому что n лог n плюс n плюс n лог n. Ну, возможно, n где-то в процессе в два раза увеличится, но это не страшно. Ну, будет n лог n от размера ответа. Окей. Ну, хорошо. Собственно, дискретное преобразование в Fourier такое умное название, но на самом деле это значит следующее, что мы взяли наш многочлен, что такое дискретное преобразование в Fourier. Мы взяли наш многочлен и вычислили его в n точках, а именно вычислили его в точках, которые являются корнями из единицы комплексными степени n. Просто их взяли, вот как я там на круге рисовал, взяли эти точки и в них вычислили многочлен. Ну, это n различных точек, поэтому такое представление многочлена нас устроит для того, чтобы всякие умножения делаться. Ну и, соответственно, ну вот, собственно, у нас есть поленом а. Вот он так представлен. Мы хотим по его коэффициентам получить какие-то точки. Возьмем в качестве точек корня. То есть, it точка – это it корень из единицы. Ну, кстати, вот омега в степени ноль – это нулевой корень из единицы. Это сама единица, на самом деле. То есть, единица является корень из единицы. В ней мы всегда, в первую очередь, вычислим многочлен. Вот. Ну, поэтому вот мы его так вычислим. В качестве y-кытых у нас здесь будет многочлен вычислен в этих точках. Ну и вот это определение. Дискретное преобразование free. Вот его мы хотим сделать. Ну, на самом деле сделать его нам не очень достаточно. Нам еще надо будет сделать обратное. То есть, нам надо как-то обратно по значениям многочленов в этих конкретных точках восстановить коэффициент. То есть, нам надо будет сделать прямое преобразование. Сделать, то есть, как у нас еще раз было на схеме. Надо сделать прямое преобразование для a и для b. Потом сделать по точечному умножению. А потом сделать одно обратное преобразование. Окей. Хорошо. Ну, сразу же метод давайте обсудим. Ну, то есть, понятно, что наивный метод, чтобы вычислить в каждой точке за n в квадрате, мы можем сделать уже. Мы его обсуждали. Это просто по определению вычисления. Сейчас сделаем. Но сразу же давайте обсудим. Ну, то есть, его обсуждать особого смысла нет. Давайте сразу обсудим быстрое преобразование. Быстрое преобразование нам за n луг n вычислят во всех точках этот наш многочлен задан. То есть, нам задан многочлен а, и мы его хотим вычислить в n корнях из единицы. И n. Ну, важно. Для нашего алгоритма важно, что n это степень двойки. То есть, мы будем считать, что у нас n степень двойки. И будем делать. Еще что важно, что нам не просто какие-то случайные точки дали, а что мы их конкретно сами выбрали. Да, как я уже говорил. Что мы сильно будем пользоваться тем, что мы вычисляем именно в корнях из единицы комплексных. Окей. Ну, как будем делать? Ну, метод будет установлен следующим образом. Вот мы берем наш многочлен а. Многочлен а это n коэффициентов. И мы хотим по n коэффициентам получить значение в n точках. Давайте первым делом поделим наш многочлен а на два других многочлена. Первый многочлен просто получен четными коэффициентами a, а второй многочлен получен нечетными коэффициентами a. Вот так. То есть, каждый второй пропустили, а здесь тоже каждый второй пропустили, только начиная с нулевого. Вот. Что получилось? Можно представить наш многочлен а, который у нас был, как вот такую сумму. как в первом многочлене от x в квадрате плюс x умноженное на второе многочлене от x в квадрате. Ну, почему так? Ну, смотрите, вот здесь у нас в первом многочлене... Чем отличается a0 от a? Ну, во-первых, тут нет нечетных коэффициентов. А во-вторых, при каждом четном коэффициенте теперь степень в два раза меньше. То есть, раньше вот здесь было a4 на x в степени 4, а в умножении a0 стало a4 и x в степени 2. Ну, вот если мы a0 от x в квадрате вычислим, то тогда здесь будет a0 в степени x0, a2 в степени x2, a4 в степени x4 и так далее, а n-2 в степени x в степени n-2. Здесь вот это n-2 пополам. А если мы от x в квадрате вычислим, то есть вместо x подставим x в квадрате, то получим, что у нас a0 от x в квадрате будет представлять каждое четное слагаемое многочлене a. Просто с многочленом a1 такая же история, только здесь у нас вот степень, точнее коэффициент, он зависит, если степень i, то коэффициент 2i плюс 1. Ну, так и надо сделать. Надо также опять сделать x в квадрате. Тогда это будет 0, это будет 2, это будет 4, но теперь на 1 отличается. Если мы на x все это умножим, то получится, что здесь a1 на x в степени 1, здесь будет a3 на x в степени 3, потому что мы умножили на 2, прибавили 1. Здесь тоже умножили на 2, прибавили 1 и так далее. Взяв от x квадрата многочленом и умножив на x, это мы степень умножили на 2 и прибавили 1. Ну, это то, что надо было, да. Вот. И получилось так, что мы каждый нечетный коэффициент, каждый нечетный слагаемый взяли от многочленом a. Ну, и получилось, что от x вот этому ровно. Ну, дальше наш метод сделает следующее. Дальше наш метод вычислит отдельно преобразование Fourier для a0, отдельное преобразование Fourier для a1. Но оно это сделает, теперь a0 и a1 это многочлены не степени n, а многочлены степени n делить на 2, то есть в два раза меньше. И поэтому, когда мы вычислим, мы можем вычислить преобразование Fourier для a0, уже не в корнях n-той степени, а в корнях степени n делить на 2. То есть мы вычислим их в новых точках, в других уже точках, но тоже в корнях из единицы, просто потому что a0 это в другой степени многочленов, он в два раза меньше. Ну, поэтому вот вычислим a0 в корне степени n делить на 2 в нулевом, в первом корне степени n делить на 2 и так далее. Ну, то же самое сделаем с a1, он тоже в степени n полом. Если мы это рекурсивно сделаем, мы получим два набора чисел, это вот вычисленный a0 в этих точках и один в тех же самых точках. Ну, что можем заметить? Теперь нам надо, ну вот смотрите, теперь нам надо вычислить a от корней из единицы степени n. Что такое преобразование Fourier от a? Наша цель преобразование Fourier от a вычислить. Преобразование Fourier от a это a мы вычислили в некоторых точках, в которых корень из единицы n-той степени. А мы имеем преобразование Fourier от a0 и a1, вычисленных, ну, это многочлены, вычисленные в точках n степени n полом. Нам нужно некоторую формулу выдать, которая, ну, вот этим видео мы воспользуемся, зная a0 в каких-то точках, зная a1 в каких-то точках, домножив еще на какое-то число, которое мы знаем, потому что мы хотим a от x вычислить для разных x. То есть какие x нам надо взять? Давайте в качестве x нам надо взять омега n-0, омега n-1 и так далее, омега n-7. Надо их все взять, каждый из них подставить в эту формулу и вычислить. Окей. Хорошо, заметим следующую вещь, что корень степени n пополам, это на самом деле корень n-той степени в квадрате. Ну, это вообще интуитивно понятно почему, но и давай, вот я тут выписал. Собственно, корень степени n пополам, это что такое? Вот по нашему определению, это e в степени 2,5 n пополам. Ну, эта двойка нижняя, она уходит в числитель, и эту двойку можно вынести за скобки. Внутри получится корень n-той степени, ну и в квадрате получится. Ну, поэтому корень n-той степени в квадрате это просто корень степени n пополам. Ну и соответственно, корень it-ой корень степени n пополам, это на самом деле корень n-той степени в степени i еще раз в степени 2, да? А вот вопрос. А если n нечетное, то работает? У нас n, ну, мы n степень двойки берем, мы, у нас вот, короче, везде в быстром преобразовании Fourier, где мы говорим о n, то есть до этого, вообще говоря, там, где был дискретный и так далее, в принципе, n было неважно какое, а вот когда мы делаем быстрое преобразование Fourier, у нас обязательно n степень двойки, поэтому n четный, окей, вот, то есть мы всегда это считаем умолчанием. То есть если n нечетная, так, наверное, не знаю, сработает или нет, так не всегда сработает, что n не поделится на два, да. Что такое корень степени другой, непонятно. Ну, в принципе, кстати, может быть, по формулке-то и сработает, вроде нигде не пользуемся тем, что, то есть, именно там какое-то нецелое число получится просто, n пополам, непонятно, что такое. Нет, просто не очень, тогда, возможно, они будут как бы с половинками и не будут теми же корнями, ну, в смысле, от n. Ладно. Ну, то есть, я... Я не понял, я не понял про n, просто вот эта формулка, вроде она работает, ну, вне зависимости от того, там, n четный или нечетный, то есть тут деление-то не целочисленное, ничего такого нет. Просто вот здесь будет какая-то запись, число не целое, но это непонятно, что значит, но по формулке оно значит вот это, ну, а дальше вот все вроде выводится. Ну, короче, ладно, неважно, это не имеет отношения к нам, окей, вот. Ну, важно, что вот, да, корень n пополам той степени, это корень n-той степени в квадрате, но это очень полезно, потому что теперь, вот, например, а нулевое от корня n пополам той степени в какой-то степени, это на самом деле, ну, вот как здесь записано, это на самом деле, ну, короче, то, что надо будет. Сейчас давайте посмотрим, что нам надо вообще, что нам надо получить, нам надо вычислить a от x, да, ну, it из чисел, которые нам надо вычислить, это a от омега в степени n-той корень. Ну, подставляем вот эту формулу, что нам надо, а0 от омега n-той степени в степени 2i, потому что в степени i и в квадрате, да, еще, плюс омега n-i плюс a1 омега n-2i, ну, потому что омега n-i в квадрате, x это омега n-i, ну, как мы здесь уже выяснили, омега n-2i это то же самое, что омега n-пополам и, ну, поэтому вот переписываем, а уже здесь a0 от омега n-пополам и у нас известно, это преобразование фурье a0 нам посчитало в n-пополам точках, и а1 от омега n-пополам и тоже посчитано, тоже в n-точках. Ну, и важно, я только в слайде, к сожалению, заметил, вот здесь i, оно пробегает от 0 до n-1, да, вот здесь, ну, мы n-пополам только точку посчитали, но, как я уже говорил, вот это i, оно, его можно в остаток отдельно на n брать, да, поэтому если мы возьмем, если здесь число больше, чем n-пополам, то просто надо брать не его, а i-n-пополам, то есть надо брать... Какой надо брать точку? Надо брать... Ну да, все правильно сказал. И mod n-пополам, короче, здесь называется. Окей. Ну вот, по формуле, просто имея вот эти значения, мы можем получить все n-значения для a. Ну, и поэтому преобразование в Fourier, сам алгоритм как выглядит, вот мы, ну, если n-1, то что значит? Это значит, что у нас по лином степени 0. Да, 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 это значит, что у нас в многочисленной степени 0. И это значит, что просто, если вы вычислили любой точке, у него будет такая константа, она от x не зависит, поэтому просто a0 возвращаем. Вот. Дальше мы берем, выделяем четные и нечетные коэффициенты, вычисляем от них быстрое вырезание Fourier, но уже размеры n-пополам. После чего надо собрать ответ. И как мы собираем ответ? Ну, вот по формуле, как мы его собирали, мы, чтобы итое число вычислить в ответе, нам надо взять итое число из y0, итое число из y1, да, и y1 домножить еще на итое корень из единиц. Ну, и вот здесь, видимо, да, у меня все-таки баг здесь остался, я везде. Мод n-пополам не взял, вот здесь и... Вот, когда, короче, мы половину цикла пройдем, у нас массив y0 закончится. И нам надо будет его начать сначала, потому что вот эта степень, ее можно взять по модулю n-пополам. То есть здесь надо и мод n-пополам, здесь надо и мод n-пополам. Вот так. Вот, то есть просто эти корни, они, ну, они зацикливаются, да. Если мы хотим взять корень больше, чем n-пополам, то есть возвести в степень больше, чем n-пополам, то в степени n-пополам он дает единицу, ну, а дальше то, что осталось. Ну, и, собственно, все. Ну, вот алгоритм такой рекурсивный. Как? Ну, про время работы, если поговорим, то время работы такое же, как умер сорта примерно. То есть мы сначала делаем для массива размер n-пополам что-то, потом для массива размер n-пополам что-то, а потом за линию собираем. Ну, поэтому вот время работы вот такая же рекуррента получается. и за n-logan это все работает, логарифм по основанию 2 даже получается. А у нас? Вот. Так, давайте еще раз, чтобы было понятно. Вот здесь и вот здесь должна быть. И мод n-дритон 2. Ну, и, соответственно, так, это вот к этому слайду уже не относится, но и, соответственно, вот здесь тоже должно быть. Так, вот это еще, и вот это. А вот это, ну, это остается как есть, потому что здесь у нас существует такой корень. Вот. Здесь просто и может превышать n-пополам. Это важно. Так, ну, вот это, видимо, были неточности. Так, вопросов нет. Ну, если вопросов нет, можно пойти дальше. Ну, в принципе, здесь люди, там еще некоторые вещи замечают и можно соптимизировать. Но она, на самом деле, не очень оптимизирует. Возможно, она оптимизирует только по тому, как там... Мы делаем не одно пробегание, не два... Ну, то есть, по факту, когда мы здесь и мод n-пополам делаем, мы два раза пробегаем по массиву y0 сначала. Первый n-пополам шагов, а потом сначала снова n-пополам шагов. В принципе, тут существует формула, формулы, которая вычисляет и для и, и для и плюс n-пополам. То есть, пробег до n-пополам. То есть, это некоторое... Оптимизации, на самом деле, почти нет. То есть, максимум мы здесь вот n-пополам умножение там сэкономим. Потому что формула такая. Но... Лучше, наверное, сильно не будет. То есть, мы там n-пополам умножение экономим. То есть, там, возможно, важно, потому что комплексные числа умножаем. Но для времени работы... На время работы это не повлияет. Вот асимметрическое повлияет только на... На практике, как происходит. Но вообще на практике, как бы, люди, когда используют что-то, какие-то приобретения фурье, понятно, что они используют библиотечные функции. Понятно, что там все реализовано с помощью новомодных процессорных вещей, сопроцессорных вещей или просто процессорных вещей, которые умеют не просто там... Умеют не просто там какие-то 64-битные числа перемножать, а умеют сразу по несколько. Сразу кортежи чисел брать, их умножать. Ну и, короче, сразу несколько вычислять. Вот всякие методы векторизации, которые процессоры имеют, их используют для того, чтобы делать эти преобразования. Такое преобразование стандартное. Оно в многих библиотеках встречается. И, в принципе, надо его просто использовать обычно. Окей, ну это все хорошо. Но это было только прямое преобразование. То есть мы научились вроде бы за n.logan вычислять по коэффициентам значения в этих точках. Но можно заметить, что вот это преобразование, оно представляется как вот следующая матрица. То есть мы, когда вычисляем что-то, мы хотим... Вот как у нас выглядит? У нас мы y и t хотим вычислить так. Мы берем коэффициенты и каждый коэффициент домножаем на какую-то степень точки. Вот. Но так как у нас в первом случае точка – это омега n в степени 0, то вот мы всегда на единицу домножаем. В втором случае это просто омега n в степени 1. Тогда мы домножаем там на степень омега n. Когда в следующем случае у нас омега n в квадрате. Но мы домножаем на степень омега n в квадрате. То есть омега n нулевой, омега n в квадрате, в четвертой, в шестой и так далее. Ну можно вот организовать такую матрицу. Заметим, что матрица симметричная. Вообще она выглядит как корень n-то степени в степени и ж. Вот. Ну вот, такая хорошая матрица. Вот обратное преобразование. Можно было бы представить, как понятно дело обратную матрицу. Если бы у этой матрицы существовало обратное, то мы бы на нее слева домножили и левую часть, и правую часть. И получили бы здесь единичную матрицу, которую можно было не записывать. И получили бы операцию, как из массива y получать массив ашек. Ну, оказывается, такая матрица есть. И она выглядит следующим образом. Собственно, как ее получить? Ну понятно, методы получить. Вообще эта матрица, она известна. Ее называют матрицей вандермонта. Ну, возможно, это частный случай некоторый. То есть там с подставленным корнем этой степени. Как бы люди ее изучали и обратную матрицу у нее посчитали. В принципе, чтобы самому посчитать обратную матрицу, ну, можно в каких-то маленьких случаях посчитать обратную матрицу, показать, что для догадаться, как она будет выглядеть в общем случае, доказать. Ну, собственно, мы как бы сразу догадаемся, как она выглядит. Вот так, догадаемся. Я вот напишу, да, но и докажем, что она действительно обратная. Вот. Выглядит она следующим образом. Обратная матрица, она как... Это почти такая же, что и матрица, что и прямая, как бы матрица, да, только степени отрицательные. И еще домноженная на одну энту. Ну, одна энта – это такой коэффициент, который подобран. Потому что там, ну, понятно, нам надо, чтобы матрица, наша прямая матрица, vn, домноженная вот на эту матрицу, была единичная матрица, да, то есть надо, чтобы на диагонали получились единички, а во всех остальных местах нули. Ну, то есть вот это домножение на одну энту нули оставляет нулями, и понятно, что если получились нули, то они были нулями. А вот на диагонали, значит, вот если без одной энты рассматривать, получается n, число n. Поэтому одна энта еще берется в расчет. Окей. Ну и, наверное, скорее всего... Скорее всего, детерминант у матрицы просто n. Поэтому обратной матрицы должен быть одна энта. Что-нибудь такое. Вот. Окей. Ну вот такая матрица обратная. Ну, чем это будет полезно? Ну, тем, что она выглядит очень похоже на матрицу прямую. На прямую матрицу, да. И поэтому на самом деле она выглядит так же, только мы вместо омега n взяли омега n в степени минус 1. То есть обратное число взяли от омега n. Ну и поэтому на самом деле наш метод... Ну, если действительно эта матрица будет обратной к той, то наш метод обратного преобразования, он будет выглядеть следующим образом. Делать то же самое, что и в прямом преобразовании фурье. Только вместо корня брать обратный корень. Число. Число. Ну, обратное корню число — это тоже корень. И для него, на самом деле, все те свойства, которые были, они остаются такие же. Вот. Если мы ее возведем в любую степень, она все еще останется корнем. То есть мы теперь будем нашу... Ну, что такое вообще омега n в минус 1? Омега n в минус 1 — это, на самом деле, вот здесь, если n равно 8, это омега n в седьмое в степени 7. То есть вот обратное число к этому — это вот это число. И просто это вместо того, что мы будем двигаться по часовой стрелке, про часовой стрелке, будем двигаться по часовой стрелке. И, в принципе, у нас все будет то же самое. Все эти свойства сохраняются. Здесь будет не e в степени 2pn, в степени e будет с минусом. И дальше мы еще показывали, наверное, какую-то вещь, которая нам понадобилась. Вот это у нас сохраняется. Мы здесь просто минус оставим. Здесь минус, он останется. И все у нас будет хорошо. То есть мы такое же преобразование сможем сделать. Ну и, собственно, чуть позже покажем, как это все произойдет. Окей, но сначала давайте покажем, что действительно это обратная матрица. Ну, как покажем? Ну, посмотрим, что вообще происходит. Вот посмотрим произведение. Как выглядят произведения этих матриц. Так, здесь минус пропущен. Произведение этих двух матриц выглядит следующим образом. Ну, надо умножить, ну, как выглядит, там надо умножить вот какую-то строчку, вот эту, да, на какой-то такой столбец. Ну, на самом деле, строчка и столбец здесь одинаковые, да, то есть они асимметричные, на самом деле, что мы вземем и ту строчку, что и ты столбец, выглядит одинаково. Ну, итая строчка, это просто в степени, ну, вот если мы прямом матрице, это просто корень эндой степени в степени ик. Житый столбец, это корень эндой степени в степени минус жк. Поэтому вот мы так посчитаем. Понятно, адуэнты можно за скобки вынести, а здесь у нас получится омега в степени ик на омегу в степени минус жк, и поэтому вот и минус ж на к получается. Ну, поэтому, если и равно ж, то здесь обнуляется числитель, да, ну, и поэтому это число становится единичкой, потому что просто число в степени 0. Ну, и если это единичка, то у нас n слагаемых единичек, n слагаемых единички, поэтому мы суммируем, получаем n, еще надо умножить на 1 n, то получаем единицу. Поэтому на диагонали всегда единица. А если в основном не диагональ, то тогда посмотрим, я диагональ, собственно, мы вот, именно ж у нас теперь не 0, и можем вот так перезаписать. У нас получится, что нам надо посчитать 1 n, то есть на некоторую геометрическую прогрессию вот этого числа, например, здесь. Ну, посоверим на эту геометрическую прогрессию. Ну, на самом деле, нам надо доказать, что она равно нулю, поэтому 1 n нас здесь мало интересует. Посоверим на геометрическую прогрессию, просто. Ну, геометрическая прогрессия по формуле записывается, по форме суммы геометрической прогрессии. Да, вроде нормально. Вот, числитель i-g и n заменяем местами. Омега nt в степени n это единица, потому что это, ну, мы взяли как бы в n-тую степень и взвели корень n-той степени, через единицы просто. Сократилось возведение в степень и взятие корни. Вот, ну, и получилось так, что сверху у нас 0. Так, кстати, 1 в степени k. 1 в степени i-g здесь должно быть, да? Это k. Что такое? А, сейчас. k должно было потеряться, да, здесь i-g должно быть. Так, ошибочки присутствуют. Не, плохо вычитал. Здесь должно быть i-g. Окей. Ага. Так. Что дальше у нас? Здесь i-g. Ну, и поэтому сверху у нас i-g не 0. Да, поэтому единица... А, хотя, неважно, да, просто там сверху... И 1 в любой степени это 1. Значит, сверху у нас 0. А снизу у нас есть что-то. Ну, i-g это два числа, которые меньше, чем n. Мы их вычитаем друг из друга, поэтому получается какое-то число, которое по модулю... Ну, в смысле, оно не больше n и не меньше минус n. Но и более того, оно меньше n и больше, чем минус n. Вот так всегда. Поэтому вот это, омега n в какой-то степени, это не единица. Вот. Потому что единицы бывают только те, которые... Только те, если мы корень n-то степени возведем в какую-то степень и получим единицу, значит, что вот этот показатель, в котором мы возвели, он делится на n. Но это не делится на n. Потому что мы вычли два числа друг из друга, которые меньше, чем n. Они не могут дать... Если они не равны, они не могут дать числа, деляющиеся на n. Они могут числа дать деляющиеся на n, только если они не равны. Вот. Ну, поэтому внизу у нас число не нулевое. Здесь не единица, вычли единицу, число не нулевое. Сверху нулевое. Поэтому поделить друг от друга получили ноль. Вот. Почему это важно? Ну, чтобы мы могли вычислить вообще геометрическую прогрессию. Если бы снизу было ноль, то тогда бы мы не знали, чему. Ну, да, наша формула бы не работала для вычисления геометрической прогрессии. Она здесь сработала. Вот. и она действительно 0. Ну и получается, что это действительно обратная матрица. Ну и поэтому, если мы на самом деле на эту матричку посмотрим, нашу любимую, которую мы получили, которую мы доказали, что она есть, то обратное преобразование выглядит так, что мы должны вычислить сначала наш, ну, так, ну это очень интересно. Тут написано, конечно, но, возможно, а это было чуть лишнее, но окей, теперь нашу матрицу надо умножить на массив y. Вот если y мы представим как некоторые коэффициенты какого-то многочлена, то есть мы, что мы делали? Мы брали, умножили матрицу на А, получали y. Обратную матрицу, как мы его используем? Обратную матрицу умножать на y, получать А. Вот если мы вот эти y представим как некоторые многочленные, но их тоже n чисел, если мы его представим как многочлен, то тогда наше обратное преобразование, она будет этот многочлен, лучше было бы написать y, конечно, чтобы не путать, то есть представить, что как будто бы y это коэффициент этого многочлена уже другого. На самом деле по физически, физический смысл никакой многочлен это не несет. Но просто преобразование у нас такое, на самом деле оно преобразует, то оно n чисел в n чисел, поэтому то, что там многочлен или не многочлен, нам не сильно важно, мы его просто используем как многочлен. Вот если мы возьмем эти y и вычислим эти y вот по формуле, как мы считаем, многочлен в точках омега, ну то есть корень n-ой степени единицы, но обратный, в нулевой степени, в первую, второй и так далее, в n-1 и поделим на n, то это будет наш обратный преобразование, то есть это вот домножение вот на эту матрицу. Вот если мы домножим на эту матрицу что-нибудь, то что-нибудь и это будет коэффициент многочлена, то вот мы получим вот такие значения. Ну и соответственно обратное преобразование, оно вот так выглядит. Окей, ну теперь как, что это нам дает? Ну дает это там следующее, что мы на самом-то деле у нас, как я уже сказал, до корня обратного, то есть омега n минус 1, действует все те же самые законы, что и для обычного корня. Единственное, только вот обратный корень вот здесь получается, поэтому обратное преобразование Fourier с обычным корнем, это на самом деле одна nt обычного преобразования Fourier с обратным корнем. Окей, вот обратное преобразование Fourier выглядит все точно так же, изменилось только следующее, но здесь опять же забылась эта история с mod n пополам, да, вот здесь, как я уже писал. Все еще и mod n делить на 2, вот. Ну и добавилось еще делить на 2, ну почему добавилось делить на 2, ну потому что нам надо поделить на n, все суммарно. Ну можно это как бы, так у нас все это глубины log n и мы, если log n раз на 2 будем делить, то собственно все вычислится. В принципе можно сделать такое преобразование, а потом в конце поделить на n, но можно и, чтобы отдельно потом в конце не делить на n, можно на каждом шаге делить на 2. Просто у нас будет преобразование такое, которое поделит на n. То есть какой бы n не было, оно все равно log n раз на 2 просто поделит. Так, здесь все линейно более-менее. В конце если все поделить, ну, каждый раз здесь делить на 2 или в конце поделить на 2, или в конце поделить на n, это одно и то же. Вот, в принципе тут не так важно. Ну, ой, вот, в принципе так можно сделать. Вот. Ну и такое обратное преобразование. Ну, на самом деле существует альтернативный способ обратного преобразования. Ну, то есть альтернативный с той же самой матрицей, но альтернативное с учтением реализации. Можно заметить следующую вещь, что если у нас преобразование, это вычисление в таких n точках, обратное преобразование и деленное на n, то вот эти омега n в степени минус 1, это на самом деле омега n в степени n минус 1, омега n в степени n минус 2 и так далее, омега n в степени 1. Потому что у нас все по модулю n. Все показатели по модулю n живут. Поэтому, на самом деле, обратное преобразование — это следующее. Если мы сделаем прямое преобразование, мы что получим? Мы получим числитель, потом вот этот числитель и так далее. То есть у нас получится, что первый элемент остался таким же, а потом все остальное просто развернулось. То есть у нас обычное преобразование выглядит вот так. Вот так. То есть у нас ωn в степени 0, ωn в степени 1, и так далее ωn в степени n минус 1. А вот это преобразование, оно то же самое, только со второго по последний элемент все развернулось, и еще все поделилось на n. Поэтому, на самом деле, можно взять эти y и отдать на съедение обычному преобразованию в ирине. Не обратному, а обычному. Оно нам выдаст вот эти числители, но в другом порядке. Но потом мы их запишем в правильном порядке и поделим на n. То есть мы сначала нулевой останется на месте, мы его поделим на n, а все остальные запишем в обратном порядке. То есть и ты запишем на место n минус n, точнее n минус c запишем на место i. То же самое. Вот. Ну и получится тоже обратное преобразование. Так. Ну, вроде вот все так. Ну и... А можно вопрос? Да, да, да. Нужно. А если у нас, опять же, не степень двойки, у нас это не будет работать вообще, или как бы мы просто можем делать что-нибудь нулями, дополнить? Ну вот смотрите, не... Ну, а вообще обратное преобразование нам нужно делать, потому что мы получили какой-то результат прямого преобразования. Ну а прямое преобразование, оно нам делало... И результат это степень двойки. То есть мы все еще считаем, что у нас степень двойки. Если у нас... Ну давайте я покажу, собственно... А, нет, я не покажу. Ну ладно. Если у нас просто многочлен не... У него степень не степень двойки, то мы его дополняем нулями, да. Так, чтобы массив был размера степень двойки, просто дополнив нулями, это будет тот же самый многочлен, той же самой степени, но просто у него чуть больше коэффициентов будет записано. И мы для него уже вычислим там в n точка, где n это степень двойки. Ну и здесь тоже все степень двойки. На самом деле, наверное, даже вот эта история, она и степень двойки сработает. Вот конкретно эта формула и вообще обратное преобразование. То есть степень двойки нужна только, чтобы делать рекурсивный алгоритм, чтобы формула, которая у нас в рекурсивном алгоритме записана, она работала. Вот так я могу сказать. Ну, а да, ну вот здесь мы тоже пользуемся степень двойки, когда делим на два много раз. Вот это важно. Потому что иначе так нельзя просто на два делить. Ну, понятно, здесь рекурсивный алгоритм, поэтому так, ну, короче, все связано. Окей, ну и, соответственно, как теперь умножать два многочлена? Вот если нам дали два многочлена, ну, пусть они сразу же уже n в степень двойки, да. Тогда, ну, да, и мы знаем, что у результата тоже, важно, что результат вмещается в эти n, то есть его степень тоже не больше, чем n-1 у результата, у c. Ну, тогда оно делается так. Мы делаем сначала преобразование фурье для a, потом делаем преобразование фурье для b. Мы получаем, ну, по факту, по смыслу мы получаем многочлен a посчитанный в n-точках, многочлен b посчитанный в n-точках. Мы сами получаем тоже n-чисел. Мы из n-чисел получаем другие n-чисел. Вот. Ну, поэтому, на самом деле, некоторая объекция, она прослеживается, да, что, то есть, ну, у них степени как бы одинаковые, точнее, не степени, а эти. Множество одинакового размера, на самом деле. Если мы, если у нас даже поля там какие-то конечные будут, то множество одинакового размера у нас получается. Многочлены степени не больше, чем n-1, и просто n-чисел, да. Поэтому некоторые объекции, наверное, можно сделать. Ну, вот она, собственно, и есть у нас, потому что у нас есть обратная матрица. После этого мы берем, мы знаем многочлен a в точке i, знаем многочлен b в точке i, но не в точке i, а в точке i-той корень n-той степени, да. Значит, многочлен c в этой же точке, он будет равен просто их произведению. Потому что c – это произведение a на b. Вот. Ну и дальше, если мы знаем представление c в формате значения в точке, мы просто делаем обратное преобразование фурье, которое нам из y получится. Ну и, соответственно, его мы можем вернуть. Чтобы произведение двух многочленов посчитать, надо сделать так. А там не нужно будет два n-точек? Вот, смотрите, короче, n. Нужно будет два n-точек, если c будет в степени 2n, да. То есть, но можно сразу... Короче, да, но... Все правильно, об этом надо задумываться. Если c в степени... Мы перемножаем два многочлена в степени n. Ну, в степени n-1. Но, на самом деле, вот здесь уже a уже дополнен на степени двойки, и b уже дополнен до степени двойки. Вот. Ну и причем дополнен до степени двойки их... Ну, короче, да, 2n нужно, да. Если они дополнены до своей степени двойки, до следующей, то тогда нужно 2n. Все правильно. Здесь нужно 2n, здесь нужно 2n, здесь нужно 2n, здесь нужно 2n. Но если они дополнены до степени двойки, которая в два раза превышает, ну, короче, можно сразу дополнить до нужной степени двойки, чтобы было в два раза больше. Вот. Чтобы мы... Если мы точно будем значить, что c вмещается в эти n коэффициентов, Важно, что вот этот код написан для того случая, когда c вмещается в n точек. То есть его степень не больше, чем n-1. Но вообще об этом надо помнить. Окей, ну вот это все мы использовали комплексные числа. В чем польза комплексных чисел, почему комплексные числа это хорошо и в них, ну точнее комплексные числа это не единственное поле, в которых можно вычислять такое преобразование. То есть сейчас мы еще попробуем вычислить в другом поле, это первое, чем комплексные числа хороши. Но комплексные числа это числа, ну как мы в компьютере их будем представлять, это какие-то числа с плавающей точкой, они не целые. И они представляют себе два просто числа с плавающей точкой. Чем они хороши? Тем, что ну просто вот эти процессоры умеют не очень медленно делать операции с числой плавающей точкой и все это векторизируется. То есть процессоры умеют чуть побыстрее выполнять такие операции, которые там по подряд идущим данным. Вот. Чем плохо, но тем, что у нас непонятно какая точность всей этой истории, потому что когда мы вычисляем все в числа с плавающей точкой, погрешности бывают. Вот. И ну вот когда мы произведение многочленов считаем, вот здесь нам надо сразу в два раза больше бит, да, на коэффициенты, потому что коэффициенты на другом умножаются. И контролировать то, как числа с плавающей точкой, когда они начали, короче, ошибаться сильно, это сложно. Ну то есть это надо некоторые, ну отдельно в общем надо об этом подумать. Вот. Альтернативой же может послужить... Следующее поле это числа по модулю P просто. Где P это простое некоторого нужного вида, но нужного нам вида только для того, чтобы наш алгоритм работал. На самом деле любое простое подошло. Вот. И в чем будет у этого польза чем плюс? Ну тем, что мы будем... наше поле, оно теперь будет именно ZP. Мы делаем все в целых числах. И у этого же и минус, потому что нам надо теперь остаток отделения на P вычислять очень часто. Чтобы мы в всех наших вычислениях, когда мы что-то умножаем на что-то, что-то вычитаем, нам надо вычислять остаток отделения на P. Ну и наши многочлены, коэффициенты, они тоже будут по модулю P. То есть если где-то мы перемножим... Ну обычно, то есть нам нужно перемножить реальные многочлены, которые не... У которых коэффициенты не по модулю P вычислены, а реальные многочлены. Когда мы их перемножаем, их коэффициенты тоже перемножаются, там складываются и, возможно, они превысят число P. И тогда мы получим... Ну мы обрежем по модулю P, потому что у нас коэффициент по модулю P. И от этого можем потерять... Ну то же самое, потерять некоторую точность. Но здесь уже мы точно можем знать, что если у нас коэффициенты не превысят P, у результирующего многочлены, то мы, в принципе, можем по модулю P легко вычислить. И мы будем знать, что это реальное. То есть не просто нам дали остаток отделения на P, да, ответ. А это реальный ответ, который должен получиться. Потому что мы точно знали, что он не больше, чем P. Вот так. То есть если контролировать, то точность пропала или нет легко. То есть надо изначально подумать о том, что какой P нам хватит. Вот. Ну и, кстати, здесь же можно применить историю с китайской теории об остатках. Если нам не хватает точности, мы можем вычислить несколько разных преобразований по разным простым модулям. А потом мы будем знать, что по их произведению существует единственный ответ. И потом восстановить. С помощью этого. С помощью решения диафантов уровней. С помощью решения алгоритмов кредитов. Как мы две пары назад изучали. Вот. Ну, давайте, собственно, к целым числам перейдем. Как в целых числах делать. Ну, нам нужно вычислять. Ну, все еще нам хочется использовать корни из единицы какой-то степени. Где степень это степень двойки. То есть n. Корень n той степени. Где n это степень двойки. Смотрите, вот для этого нам надо взять такие числа, у которых p минус 1 делится на большую степень двойки. Ну, потому что, например... Ну, почему так? Ну, вот давайте. Пусть мы взяли простое число вида s умножить на 2 в степени t плюс 1. Ну, вот надо именно выбирать такие числа. Как их выбирать? Ну, можно просто брать случайные s и t, которые вам нужны. То есть степень, которая вам нужна. И брать случайные s. И пытаться проверять на простоту. Их много, на самом деле, таких простых чисел. И они легко находятся. Вот. Наверное, даже они как-то называются. Но я вообще не удосужился. То есть их вообще изучают. И, наверное, их доказали... Ну, вроде бы доказали, что их там бесконечно много. Насколько я помню. Но я не удосужился о таких вещах вам рассказать. И посмотреть, что это такое. Ну, вообще, если интересно, можете погуглить. Вот. Так вот, нам нужно... Что? Что такое корень n-т степени? Ну, корень n-т степени, это если мы... Ну, вот какой нам именно корень нужен был? Нам надо взять такое число, которое мы возведем в первую степень и во вторую степень. В третьей степени и так далее. В n-т степени первую степень. Все числа получатся различные. А n-т степень, это будет равна единице. На самом деле, вот это все, что нам нужно. И если мы такие числа возьмем, мы сейчас покажем, на самом деле, что они... Все, как бы, свойства, которые нам нужны были для откомплексных чисел, они и перейдут и сюда. И здесь они тоже будут выполняться. Ну, например, можно... Вот существует такие x, которые... Ну, нам нужно n в степени двойки, поэтому, например, 2 в степени t. Существует такие x, что вот x в степени 1, x в степени 2 и t, или x в степени 2t, они различны. Вот. Ну, и при этом, видимо, важно, чтобы x в степени 2t была равна единице. Ну, сравнимой с единицей по модулю p. Вот. Ну, как их можно взять? Ну, можно, например, взять следующий. Взять первообразный корень. Какой-нибудь по модулю p. И взять его в степени s. Вот это s. Получится следующее. Получится x в степени 1, это g в степени s. x в квадрате, это g в степени 2s. И так далее. x в степени 2t, это g в степени 2t на s. Ну, вот 2t на s, это p минус 1. Ну, и, соответственно, это единица. Ну, а эти все различны по понятным причинам. Потому что все эти числа меньше, то есть показатели все меньше, чем p минус 1. g-первообразный корень, здесь уже вообще все степени различны. Но здесь конкретно их подмножество, они тоже различны. Но поэтому они все различны. Окей. Ну, тогда s это p минус 1 делить на... А, нет. s это не p минус 1 делить на n. s это p минус 1 делить на 2 в степени t. Но нам надо не 2 в степени t корень, а нам надо корень n-то степени. То есть, в принципе, t надо взять больше, чем логарифм n. Вот так, да. То есть, n это какая-то степень двойки. Вот. А 2 в степени t должно быть больше, чем n. Короче, больше равно n. Ну, и тогда мы в качестве корня n-то степени можем взять просто перебразный корень в степени p минус 1 делить на n. Почему так? Ну, по тем же самым соображениям мы возьмем g в степени p минус 1 на n, g в степени p минус 1 на n в квадрате и так далее. g в степени p минус 1 делить на n может n. Здесь будет g в степени p минус 1 и единица. Все предыдущие показатели, они не больше, чем p минус 1, поэтому они различные и вся та же самая история есть. Дальше посмотрим следующее. Что такое? Ну, что нам нужно было? Ну, во-первых, это первый корень мы возьмем. Вот, да. Житый корень, ну, можно вычислить так. Все корни, они будут различные. А еще раз. n в степени двойки не больше. Ну, не больше. Нет. Ну, тут, короче, степень не больше. n в степени t. n в степени t. Да, но если мы поделим, ну, не ровно, на a в степени двойки. Ну, короче, n в степени двойки. Я не знаю, почему это те же, получается, корни. Это не те же корни, они пропускаются. Ну, то есть, тут будет вместо s, ну, вот, если вместо s вы запишите p минус 1 делить на n теперь, то все то же самое будет работать. Здесь p минус 1 на n. Здесь 2 на p минус 1 на n. Здесь 3 на p минус 1 на n. Здесь n на p минус 1 на n. И тогда это будет p минус 1. А эти все предыдущие показатели, они будут меньше, чем p минус 1. Ну, поэтому все различные степени получается. А, ну, то есть мы просто берем первый либо 2s, либо 4s, ну, какой-то такой получается. Да-да-да. Ну, например, если 2 в степени t в 4 раза больше, чем n, то тогда мы берем g не в степени s, а g в степени 4s. Чтобы у нас, короче, чтобы потом, если мы взвели степень n, получили единицу. Окей, понятно. Ну, в каком-то смысле g это корень p-1 степени, а нам надо корень n степени. Поэтому мы возводим степень p-1 и берем корень n степени. Ну, вот, как бы это смысл имеет. В общем, если это с точки зрения, ну, как бы не интуитивно, а записать, вот точно так же, то все совпадет. Окей, дальше у нас так же все по модулю n у нас все выполняется. Ну, потому что мы знаем, что у нас ωn в степени n это единица. Потому что это в степени n, это g в степени p-1, это единица. Поэтому вот это выполняется. Ну, и то же самое с обратным. Ну, и нам еще в одном месте нужно было вычислять вот такую геометрическую прогрессию. Здесь она все так же работает. Все так же у нас ωn в степени n единица. И, то есть, обратное верообразование мы так же можем сделать. Ну, и на самом деле, что мы делаем теперь? Мы весь тот же самый код, что у нас был, мы его оставляем таким же, только вместо комплексных чисел используем числа по модулю p. Единственный вопрос, как ωn вычислять? Ну, ωn вот надо одно вычислить, но его степени используются. Нам надо не только ωn вычислять, нам надо еще ωn пополам вычислять, ωn на 4 вычислять, потому что, когда мы в рекурсе уходим, у нас n уменьшается. Но они все вычисляются точно так же. То есть, g в степени p-1 делить на вот эту степень. То есть, тут важно, что у нас уже на большую степень 2 е делится p-1. Ну, и если вам надо другое n, то вы где-то просто n меняете здесь и получаете корень меньшей степени. Вот. Все работает. Ну, и последнее, наверное, вот тут у нас все заточено на то, что мы переобразный корень не знаем. Но мы знаем, что переобразный корень вычислять долго. Что если у нас там... То есть, мы умеем переобразный корень считать только за корень с p. Не полиномиальный алгоритм. Но на самом деле, можем лучше вычислять. Ну, тут так называемыми квадатичными невычитами пользуются. Нам не нужно это понять, и не нужно понимать, что это значит. Важно следующее. Можем выбирать вот так. Можем устроить метод выбора ωn следующим образом. Можно выбрать такой y, который, возведя в степень p-1 делить на 2, мы получим минус единицу. А потом это y возвести в степень p-1 делить на n. То есть, уже не g возвести в степень p-1 делить на n, а вот это y. То есть, нам не обязательно, оказывается, нужно... Не обязательно нужно переобразный корень именно. А нам нужно просто число, которое в степени p-1 полам дает минус единицу. Ну, почему так? Ну, или почему так? Давайте, для начала, откуда такой y взять? Ну, его можно просто случайно подбирать, потому что y много. Ну, вот если бы у нас был какой-то первообразный корень, ну, он существует по модулю p, но мы его просто не знаем, то тогда, оказывается, если взять первообразный корень в степени нечетной степени, он всегда подходит. Ну, почему так? Ну, вот здесь можно взять первообразный корень нечетной степени в степени p-1 полам, потом поменять местами, здесь получится минус единица, потому что первообразный корень в степени p-1 полам — это минус единица. По понятным причинам, потому что... Почему, кстати? Ну, потому что по модулю p у нас существует... Ну, потому что это в квадрате дает единицу, а мы, в общем, когда miller равен доказывали, мы показывали, что по модулю p существует только два числа, которые в квадрате дают единица, это единица и минус единица. А еще раз, почему это в квадрате дает единицу? Это где-то было? g в степени p-1, если мы возьмем в квадрат, это будет g в степени p-1 просто. А, окей. Это по малотеремии фирма дает единицу. А дальше минус 1 в нечетной степени, это минус 1. Ну и, соответственно, все такие подходят. А все такие, это показатели просто нечетные взять, а нечетных показателей их половина есть от p-1. Поэтому половина игреков подходит просто. Ну, а остальная половина не подходит, но нам это не так важно. Важно, что хотя бы половина подходит. То есть, в результате все одна вторая, мы такой игрек найдем. А чтобы проверить игрек, надо просто его взвести в 7,5. То есть, подбирать алгоритм легко, просто случайно подбираем, проверяем, что в этой степени дает минус 1. Но это именно среди корней, видимо. Есть же не только корни. Ну, то есть... Не-не, мы среди всех чисел от единицы до p-1 мы берем случайное и проверяем, что оно в степени p-1 пополам дает минус 1. Просто если мы возьмем... Да, но оно не с вероятностью половина будет, мне кажется. Почему? Там же мы брали два в степени k на что-то там. А между ними есть еще другие числа. Сейчас, это про это? Или про какое два в степени k? Ну, вот, наверное, где-то на предыдущих слайдах было. Не-не, посмотрите еще раз, давайте. Может быть, просто... Вот если мы возьмем в качестве y вот такое число, g в степени 2k плюс 1, то оно... А еще раз g у нас что? g первообразный корень. Окей, так, да. То есть... Вот. Среди первообразных корней подходит половина. Но у нас же не все первообразные корни. Нет, нет, не среди первообразных корней. Ну, смотрите, если мы возьмем первообразный корень, и мы его... Ну, смотрите, если есть первообразный корень, мы его возвели во всей степени от единицы до p-1. Мы получили p-1 различных чисел. Да? по определению первообразного корня. Значит, мы получили вообще все числа по модулю p от единицы до p-1. То есть первообразный корень такая штука, что если мы ее во все степени взойдем, то мы получим все возможные остатки, кроме нуля. А, окей, ладно. И поэтому, если мы возьмем все нечетные степени g, мы получим половину остатков по модулю p. Получается, что половина остатков по модулю p, они подходят. По другую половину мы ничего не знаем, но неважно. Хотя половина подходит. А вот почему тогда y в p-1 пополам это минус единица? Ну вот смотрите, еще раз. Вот мы хотим взять такой y, это вот чуть мы ниже сейчас докажем, что нам такой y, его можно взять. Но вот утверждение было следующее, что таких y, которые в степени по минус 1 пополам дают минус единицу, их хотя бы половина. То есть есть, если мы среди всех остатков возьмем, ну будем случайно выбирать y и проверять вот на критерии, вот на этот критерий, да, сейчас, вот на этот критерий, да, то тогда половина из них пройдут критерии, а половина непонятна. Непонятно. Почему так? Ну потому что, если мы возьмем, ну их занумеруем немножко по-другому, как в степени первообразных корней. Вот все нечетные степени первообразных корней, они всегда этот критерий проходят. А нечетных степеней их столько же, сколько четных, просто каждый второй. Ну поэтому половина, половина y, если y берем среди всех остатков по модулю p, они проходят этот критерий. Вот это было утверждение. Первообразных корней из минус единицы. Сейчас нет. Первообразный корень по модулю p, число, которое дает во всех степенях разное значение. Если мы его возьмем, возведем нечетную степень, то оно пройдет вот этот критерий. То есть, если мы y равное g в степени 2k плюс 1 возьмем, то тогда это y пройдет критерий, что если мы его возведем в степень по минус 1, среди 2, оно будет равно минус единице. Окей, да. Похоже. Вот. Теперь, почему такое y можно выбирать? И почему то, что такое x потом после этого можно выбирать? Окей, вот давайте возьмем. Мы хотим доказать, что x теперь во всех степенях от 1 до n это различные числа, а в n-е степень это единица. Почему так? Ну, вот посмотрим, x в первое, x во второе и так далее, x в n-е. Но вот x в первое это y в степени p-1 делить на n. x во второе это y в степени p-1 делить на n пополам. x в n пополамный это y в степени p-1 делить на 2. x в степени n пополам это что такое это x в степени 1 вот это она и в степени пополам ну то есть надо p минус 1 делить на n домножить на n пополам остается это минус единицы ну и дальше x в степени n это единица все что мы знаем это вот x в степени пополам это минус единица x в степени это единица вот последняя единица это хорошо осталось доказать что все предыдущие они различны но почему так но вот если какие-то ну так же докажем как мы доказывали с ну как перообразный корень короче проверять если у нас есть два две степени равные то тогда мы можем посмотреть их разность и x в степени их разность это единица просто мы определили одно на другое ну а по тем же самым соображением как мы алгоритмы в крит тогда запускали у нас x в степени n единица x в степени и единица поэтому x в степени нод и n тоже единица то есть есть какой-то делитель n то есть если есть какой-то и и и что x в степени единица то есть и какой-то делитель n что x в степени этого делителя тоже единица но вот пусть есть делитель какой-то n и он не равен делитель n меньше n то так как n это степень двойки здесь мы этим пользуемся, то делитель у нас будет делителем n пополам. Ну потому что он не равен n. То есть он, если n это какой-то 2 в степени k, то есть если d делитель 2 в степени k, это какой-то 2 в степени i, где i меньше k. Ну поэтому он и делитель n пополам. Но если он делитель n пополам, то получается следующее, что если x в степени d это единица, d это делитель n пополам, то тогда x в степени n пополам это тоже единица. Потому что x в степени n пополам получается как x в степени d в степени какая-то остальная часть. Поэтому x в степени n пополам. Короче, мы пришли к противоречию. Вот предположим, что 2 совпадают. Тогда мы выяснили, что x в степени n пополам единица. Ну а на самом деле мы-то знаем, что x в степени n пополам это минус единица. Потому что x степени n в полам это y в степени p-1 дивизия 2, это минус зеница. Мы пришли к противоречию. Поэтому все предыдущие числа, они различны. И это на самом деле корень n в степени зеница. И это полиномиальный алгоритм, который его вычисляет от p. Но не от p, а от длины p. То есть полилогарифм от p получается вот так. Все, что надо сделать, это подбирать случайные числа. Проверять, что оно в степени p-1 дивизия 1. Потом, когда мы нашли какой-то такой y, взвести его в степени p-1 дивизия 1. Конец. Окей. Ну, на этом, видимо, все на сегодня. А откуда вылезает полилогарифм? Откуда вылезает полилогарифм? То есть мы... В чем была проблема предыдущего метода? Когда я вот здесь сделал с первообразным корнем, мы... Чтобы первообразный корень найти, нужно, к сожалению, там раскладывать на множители s. Ну, короче, там надо раскладывать на множители p-1, чтобы проверять, что какое-то число является первообразным корнем. То есть его поиск занимает долгое время. Вот. Мы хотим избавиться от того, чтобы нам нужно было искать первообразный корень. Другой метод, собственно, придумываем. Другой метод состоит в следующем. Мы выбираем случайный y. С вероятностью 1, 2 мы находим нужный. Проверяем мы возведением в степень просто. А потом, когда мы его взяли, этот y, ну, то есть мы его, там, в отожидании два шага мы делаем. И проверка у нас возведения в степени. Возведение в степени за полилогарифм работает. И потом, найдя этот y, мы его снова взводим в степень. Снова за полилогарифм. Итого полилогарифма. Времени нам нужно, чтобы найти корень n-то степени. Полилогарифм от p.